Я не поняла, вот этот кусок мяса, я смотреть не могу даже, что это означает. Это то, что мы будем есть на завтрак, обед и ужин. Сахар, метаполический синдром и рак. Профессор эндокринологии, департамент опедиатрии, Института здоровья Университета Калифорнии, Роберт Люстик. Большое спасибо Виктории, благодарю Джеффа и Рода, что организовали все это, черт возьми. И благодарю всех вас за то, что сделали это, и спасибо мне, что я сделал это, поскольку я прилетел из Парижа. Долгая история. Я был на Фулбрайте, это был творческий отпуск, он был отменен, потому что университет закрыли. Да, неважно, вот я здесь. Что ж, поэтому я собираюсь поговорить с вами сегодня о кое-чем немного необычном, но не совсем. Как вы знаете, я верю в науку, и я всегда говорю о корреляции, причинно-следственной связи. Что ж, сегодня я собираюсь поговорить о корреляции, а также об аргументе правдоподобия, и это аргумент, который я ставлю на первое место. Поэтому мне действительно будет интересно ваше мнение, считаете ли вы, что это имеет смысл. Так что осознайте факт, что вы в некоторой степени морские свинки, но это дружелюбная аудитория. С другой стороны, если вам это не нравится, я уверен, что в аудитории есть много яиц, потому что они с низким содержанием углеводов, поэтому держите их при себе. Что ж, в первую очередь, я бы хотел представить вам следующее. Я написал эти две книги для широкой публики, и я также являюсь главным научным сотрудником некоммерческой организации в Сан-Франциско под названием «Ешьте по-настоящему», потому что мы верим в настоящую еду, мы приносим настоящую еду в школы, мы избавились от 270 тысяч фунтов сахара в объединенном школьном округе Мандиабо за один год, 10 фунтов сахара в год на одного ребенка, и мы можем сделать это и для вашего школьного округа, и это необходимо, и вы поймете почему. Кроме того, я бы хотел вам раскрыть, что я не совсем исключительно за низкоуглеводность. Я поддерживаю низкоуглеводную диету, я использую ее для определенных пациентов, но я также использовал низкожировую диету, когда это необходимо для определенных пациентов. Ключевой момент – это понимать, кто эти самые пациенты, и для этого требуется наука, искусство и немного медицины. Итак, перейдем к сути. Сегодня мы поговорим о сахаре и раке. В первую очередь, все сразу думают, что это касается ожирения. Что ж, нет никаких сомнений в том, что ожирение является фактором риска развития рака, и речь идет о соотношении рисков около 1,5. Примерно на 50% повышается риск развития рака. Это различные исследования, которые изучают это. Но если вы посмотрите на конкретные виды рака, которые кажутся связанными с ожирением, рак простаты, толстого кишечника, лимфома, пищевода, желудка, печени, поджелудочные железы, лейкемия, почек, все они имеют энтодермальное происхождение. Они не имеют кожного или эктодермального происхождения, поэтому это не рак костей или мышц, это не рак жировой ткани, это не рак кожи и не рак ЦНС. Это эндермальный рак, и он на самом деле предполагает, что есть какой-то конкретный путь распространения. Если вы посмотрите на данные Международного агентства по исследованиям рака, здесь список, который основан на международных данных о том, что эти виды рака конкретно связаны с ожирением. Теперь вопрос, почему? Одна из них это то, что этот тип ткани является хранилищем для токсинов, потому что большинство из них не полярны. Например, бензол и другие специфические канцерогены, например, которые вы обнаруживаете в мясе после того, как вы его жарили на гриле, с точки зрения науки о метилах и так далее. Другая, это может быть связано с повышенным синтезом эстрогенов жировой ткани, поскольку жировая ткань содержит ароматизаторы. Таким образом, увеличение нагрузки на эстроген может быть связано с окислительным стрессом и реактивными формами кислорода из-за метаболического синдрома, о котором мы поговорим, или может быть связано с гиперинсулинемией, о которой говорил Джефф или IGF-1, который значительно выше по раку, и в частности, свободный IGF-1, и белок, связывающий более низкий IGF, который отрицательно регулируется инсулином. Поэтому чем выше уровень инсулина, тем ниже IGF-BB1, тем выше свободный IGF-1, и тем выше риск рака, потому что, в конце концов, все это факторы роста. Поэтому, зная это, Американское общество клинической онкологии АСКО представило в 2014 году. Они сказали, что да, мы знаем, что существует связь между ожирением и раком, поэтому нам нужны образование, осведомленность, инструменты и ресурсы для клинического руководства, политика продвижения, исследования и пропаганда. О, да, конечно, бла-бла-бла. И управление весом тоже у выживших после рака. Вот что они сказали. Ладно. Во-первых, насколько хорошо вы думаете это работает? Во-вторых, разве нам всем не нужно управление весом, чтобы предотвратить рак? Или только выжившим? Я имею в виду, как это глупо, но это то, где мы находимся. Поэтому они сказали бы вам, что ожирение это проблема, я не уверен, что это правда, и вот три причины. Номер один. Это диаграмма рассеяния по всем странам мира, распространение ожирения по оси Х и распространенность диабета по оси У. И вы посмотрите на эту диаграмму рассеяния и скажете, хорошо, ясно, доктор Люсик, есть корреляция. И вот она, и я не стану спорить с этим. Но вы знаете, что корреляция это не то же самое, что согласованность, потому что есть страны, страдающие ожирением, но не страдающие диабетом, такие как Исландия, Монголия, Микронезия. И есть страны, которые страдают диабетом, не будучи жердяями, такие как Индия, Пакистан, Китай. В Индии и Китае сегодня уровень диабета 11%, и они не жердяи. Мы самая толстая нация на Земле, и у нас уровень диабета составляет 9,4%. Если ожирение является причиной диабета, тогда ожирение является причиной медополического синдрома, и ожирение является причиной рака, тогда как вы это объясните, дело в том, что вы не можете, потому что это неправда. Кроме того, проблема номер два. Ожирение растет во всем мире со скоростью 2,7% в год с амортизацией за последние 40 лет, а диабет растет во всем мире со скоростью 4,7% в год с амортизацией за тот же период времени. Если диабет – это лишь подгруппа, большая группа людей с ожирением, тогда почему он растет быстрее? Это проблема номер два. Теперь проблема номер три. Это вековые тенденции в том, что диабет снова растет. Диабет является дозорным заболеванием метаболического синдрома в Соединенных Штатах и в других странах. Слева вы можете увидеть большие числа черным цветом, справа мы рассортировали их по весовой категории. Наверху ожирение, и вы можете заметить, что количество случаев среди страдающих ожирением увеличилось на 25% в год. Это правда, но вы также можете заметить, что есть и 25% увеличение числа случаев диабета среди населения с нормальным весом. Если диабет – это всего лишь проявление ожирения, то почему люди с нормальным весом заболевают диабетом так же быстро? Проблема номер три. Так что вот самая важная вещь, поскольку многие из вас уже видели этот набор слайдов раньше, но это самая важная проблема, которую нужно объяснить, и у Джеффа также было несколько слайдов на эту тему. Это диаграмма Вена всего населения Соединенных Штатов, 240 миллионов 30% ожирения, ИМТ, более 30%, 70% нормального веса, ИМТ менее 30%. Стандартная мантра врачей и диетологов, Института медицины, Главного хирурга, Национальных институтов здравоохранения, Белого дома и Конгресса и пищевой промышленности. Она следующая. 80% этих людей с ожирением, это 80% из тех 30%. Те 57 миллионов человек, они больны. Они толстые и они больны. Потому что они толстые. Если бы они только сидели на диете, упражнялись, то мы бы решили эту проблему. Вот что они говорят. Это трэш, полный трэш. Кто-нибудь знает почему? Это на слайде. Это правда. И Джефф упомянул об этом в своем выступлении. Это правда, что 80% из 30% метаболически связаны. Ой, я не спорю, что это абсолютно верно, но это означает, что 20% из 30% нет. Они метаболически здоровы. У нас есть имя для них. МЗТ. Метаболически здоровые толстяки, которые будут жить полностью нормальной диеты, имеют совершенно нормальный возраст. Не будут стоить налогоплательщику ни копейки. Они даже имеют нормальную длину теломеров, концы хромосом, которые определяют, как быстро умирает ваша клетка, и определяют, как быстро умираете вы. Они никого не беспокоят, они просто толстые. И наоборот, это важная часть. 40% населения с нормальным весом имеют точно такие же заболевания, как и те, кто имеют ожирение. Люди с нормальным весом имеют диабет второго типа, гипертонию, липидные проблемы, сердечно-сосудистые заболевания, рак и слабоумие. Все это они имеют при более низком весе, правда. Но если они это понимают, как это может быть о поведении? Это на самом деле больше похоже на воздействие. Это больше похоже на что делает грипп, холера или коронавирус. Так что речь не может идти о поведении. Речь идет о некотором воздействии, которым подвергаются все, включая людей с нормальным весом. И если вы посчитаете, оказывается, что худых больных людей больше 67 миллионов, а толстых больных людей 57 миллионов. Но худые больные называют толстых больных проблемой. И если вы посчитаете их всех, то выйдет больше, чем половина населения США. И я гарантирую вам, что независимо от того, насколько серьезен коронавирус, он не будет больше, чем половина населения США. Так что это более серьезная проблема даже, чем коронавирус. Теперь это чрезвычайная ситуация в стране. Но на самом деле нет. И я могу доказать это вам. И Джефф упоминал об этом также. Вот два человека с одинаковым весом. Компьютерная томография брюшной полости двух людей с одинаковым весом. Один здоровый, другой больной. Кто болен? А или Б? Б. Потому что тот, что А, у него метаболически здоровое ожирение. У него сладки на боках. У него подкожный жир. Или большая задница. Б. У него жир по всем органам. У него внутри брюшной жир. У него есть висцеральный жир вокруг всех органов. У него большой жир на животе. И у нас есть название для этого. Это называется, как сказал Джефф, Тофи. По-английски худой снаружи, жирный изнутри, по-русски. Настоящий медицинский термин. 1500 цитат в Медлайне. Посмотрите его. Так что мой вопрос к вам, сидящим здесь прямо сейчас. Вы относитесь к этой категории. Откуда вы можете знать? Знает ли ваш врач? Как он может узнать об этом? Почему врачи не рассказывают вам об этом? И если ваш врач знает, это сейчас. Что бы он бы с этим сделал? В этом проблема. И вот вы используете низкоуглеводные продукты для этих людей, что является хорошей идеей. И я не против. Я за это. И я поддерживаю. Но я думаю, что это может быть не обязательно для некоторых пациентов. Я думаю, что мы можем сделать что-то менее экстремальное и помочь такому же и большему количеству людей. Поэтому я утверждаю, что ожирение – это не проблема. Но вот куда деньги уходят. 75% всех долларов здравоохранения уходит на это. И вот болезни. Диабет – это распространенная болезнь, но рак в списке. И я покажу вам. Как и почему. Если это не калории и не ожирение, то я думаю, что тип калорий, и как вы уже услышали, все калории не одинаковы. Поэтому если вы посмотрите на эту монографию, выпущенную АСКО много лет назад, мы знаем, что диетические компоненты действительно имеют некоторое отношение к развитию рака. Диетический жир может увеличить толстую кишку, молочную железу, поджелудочную железу. Диетический белок может увеличить рост рака толстой кишки, рак молочной железы, диетический крахмал может увеличить шансы рака простата, а пищевые волокна предотвращают рак толстой кишки. И я бы поспорил с Майклом, и я уже сделал это. Волокна имеют ценность. Он сказал, что они имеют ценности, а я сказал, что они имеют очень реальную ценность. Это не еда для вас. Это пища для ваших бактерий. Это пища для вашего микробиома. Если вы не кормите свой микробиом, угадайте, что будет. Ваш микробиом будет питаться вами. Что не так хорошо. Я на самом деле пишу целую книгу об этой проблеме прямо сейчас. Мы можем поговорить об этом в вопросах и ответах. Если вы спросите, позицию АСКО даже не упоминала диетический состав, она просто упоминала потерю веса, хотя не разместили эту монографию. Получается, что это зависит от того, что это за еда, как вы можете себе представить. Так что ультраобработанная пища сейчас составляет более половины британской диеты, и это 62% американской диеты. Ультрапастеризованная пища – это еда, которая в основном представляет собой изменение ее матрицы и формацию в новые формы и размеры. Если вы посмотрите на то, что такое ультрапереработанная пища в нижнем левом углу, почти три четверти – это сахар. Это то, что является маркером для ультраобработанной пищи. И суть в том, что если бы вы не добавляли в нее сахар, она была бы дерьмовой на вкус. Это маркер для обработанной пищи, потому что это единственный способ заставить вас съесть его, потому что сахар вызывает привыкание, поэтому если бы они могли положить какая-нибудь еду, они бы это сделали, но они не могут. Вместо этого они делают это с сахаром. И вы можете заметить, что с точки зрения квартеля потребления ультрапереработанных пищевых продуктов, самый высокий квартель имеет наиболее значительный рост заболеваемости раком, а каждое 10% увеличение количества обработанных пищевых продуктов увеличивает риск рака на 12%. Так что вот, что наше потребление сахара сделано за последние 200 лет. Наши предки добывали фрукты и овощи из земли. Время от времени мед, потребляя около 4 фунтов сахара в год. С появлением перегонки, дистилляции, кристаллизации, СНР, домино, разрыхлителя из Техаса, Гавайи и Лузианы, мы увеличили производство сахара и потребление сахара. Затем стабилизировали его. Когда цена сравнилась со спросом перед Второй мировой войной, наступило нормирование времен Второй мировой войны до того же уровня, и затем, конечно, у нас было много всего, что произошло в 60-е годы, когда в наш мир вошел кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. У нас были диетические рекомендации, у нас был ураган Айлин, который уничтожил урожай сахарного тростника, и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы пришел занять его место, потому что это был натуральный продукт. Так что все это происходит в основном из-за того, что мы заменили жир на сахар, как вы все слышали миллион раз. Окей, поэтому мы увеличили потребление сахара в 25 раз, не на 4 фунта в год, но на 100 фунтов в год. И это изменение, о котором люди не говорят здесь. Все говорят о 40% жирах и 30% углеводов. Хорошо, просто посмотрите на сахар. Это безумие. Так о чем мы говорим? Мы говорим о двух молекулах глюкозы и фруктозы. Так что сверху кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, снизу сахароза, столовый сахарный тростник, сахарная свекла, сахарный материал, который вы добавляете в кофе. Глюкоза – это шестичленное кольцо. Заметьте, шестичленное. Фруктоза – это пятичленное кольцо. Это не то же самое. Они по-разному обрабатываются организмом, и я покажу вам как через мгновение. Сахароза – шестичленное кольцо. Пятичленное кольцо – ОХАЖ-гликозидная связь, связывающая два фермента сахарозы, фруктозы в вашем кишечнике расщепляют это за наносекунду. Вы поглощаете две части по отдельности, но в конечном итоге то, что попадает в вашу воротную вену, точно так же попадает в вашу печень. Поэтому это не имеет значения, является ли это кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы или сахароза. И данные говорят, что кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и сахароза практически идентичны. Они практически одинаково плохие, они одинаково опасны, они одинаково токсичны. И я использую это слово очень конкретно, потому что это не зависит от калорий или ожирения, и у нас есть причинно-следственная связь, поэтому я очень доволен словом «токсичность». Токсичен именно поэтому фрагмент групп фруктозы, особенно токсичен, как и сахар, общественный враг номер один. Трансжиры, но мы знаем, что это и они выходят из диеты, поэтому пищевая промышленность добавляет сахар сейчас, чтобы заставить вас покупать больше. Так что да, это общественный враг номер один. Поэтому давайте поговорим о сахаре и болезнях. Начнем с ожирения. Теперь пищевая промышленность рассказывает вам, что сахар вызывает ожирение, но это не так важно. На самом деле данные показывают, что только 10% прибавки в весе связаны с сахаром. И на этом слайде видно, что ИМТ составляет около 0,8 пункта. ИМТ, вы видите ромбы, он перешел черту идентичности, поэтому важно, но это только 10%. Вы знаете, что есть вещи, которые намного хуже с точки зрения увеличения веса, и это правда. На самом деле есть вещи, которые хуже с точки зрения набора веса, но они говорят вам, что сахар и ожирение связаны. Они также вбрасывают это, и это нужно развенчать. Я делаю это прямо сейчас. Поэтому, если вы посмотрите на этот слайд, вы заметите, что с 2000 по 2020 год мы на самом деле не снизили потребление сахара, и это правда. Оно снизилось примерно на 10%, потому что это эпидемия ожирения, потому что люди пытаются сократить это. Правда, поэтому мы снизили со 100 фунтов до примерно 90 фунтов. Это правда, в то время как показатели ожирения продолжают расти, поэтому мы говорим, как это может быть сахар, ведь после того, как сахар снижается, ожирение растет, и поэтому они используют это как аргумент против регулирования и против виновности своего продукта. Фактически, в прошлом году, фактически, только в прошлом месяце, когда она наконец вышла. Я действительно посмотрел эту статью. Группа из UT Knoxville на самом деле провела небольшое вычисление, и они фактически переделали его на основе штата Висконсин, и вы можете увидеть данные здесь, что у них было 46 календарных лет и 75 разных возрастов, которые они изучали отдельно, и что они сделали так, это применили математическую функцию, которая не просто смотрела на сегодняшнее потребление сахара, но и на прошлогоднее потребление сахара. Также, и вы можете увидеть, что в нижнем левом углу, как они это сделали, они разработали новую модель, и теперь модель почти идентично аппроксимирует данные, так что это сложная функция. Но тем не менее, реальная функция с точки зрения кумулятивного, то есть накопительного эффекта сахара, вероятно, из-за его влияния на рост адипоцитов и их генеза. Теперь верно, что есть и другие факторы, вызывающие увеличение веса, а именно картофельные чипсы и картофель фри — это номер один, и два, я не спорю, что сахар занимает третье место. Вы знаете, сладости, десерты, сахар, содержащие напитки, которые вы складываете вместе, они занимают третье место, так что да, есть много вещей, которые вызывают увеличение веса, сахар только один из них. Это очень интересно, это группа из Калифорнического университета в Дэвисе, чем они занимаются? Они собирали чеки из всех ресторанов быстрого питания во всех 37 развитых странах за 20 лет. Как вам такое? И задается теперь вопрос, предрасполагает ли потребление фастфуда прибавку веса? И ответ очевиден — да. Это прямо здесь. И это базовый уровень, который вы знаете 20 лет спустя. Так что это прогноз предполагаемой корреляции. Затем вы задаете вопрос, хорошо, фастфуд предполагает прибавку веса. А как именно фастфуд предполагает прибавку веса? И поэтому им пришлось моделировать, им пришлось провести многомерный линейный регрессионный анализ, чтобы спросить, какой из компонентов предрасполагает гамбургер, картошка фри или безалкогольные напитки? И выяснилось, что это были безалкогольные напитки. Это был не гамбургер и не картофель фри. Я должен вам сказать, я был немного удивлен. Окей, а когда они это сделали, все остальное моделирование не изменило эффект безалкогольных напитков, так что в основном безалкогольные напитки являются движущей силой влияния фастфуда на ожирение. Теперь проблема в том, что компаниям, производящим безалкогольные напитки, не нравится этот факт. Они не хотят, чтобы вы это знали. И поэтому они публиковали свои собственные данные. И это был мета-анализ, который был проведен в 2013 году, когда они рассмотрели 18 отдельных точек данных и задали вопрос, прогнозируют ли сахарные напитки увеличение веса? Когда пищевая промышленность спонсировала исследования, 5 из 6 заявляли, что сахарные напитки не влияют на это. Если исследования финансировались независимо, 10 из 12 говорили, что да, есть эффект от сахара. Поэтому вы можете заметить, что корпоративное спонсорство имеет отношение к результату. Это было закреплено еще больше моим коллегой из USCF Зином Шиллингером в аналах внутренней медицины, потому что у него было 60 точек данных, и вы можете видеть, что было 26, которые спонсировались пищевой промышленностью. 26 из 26 не имели влияния сахарного диабета или ожирения, тогда как из 34, которые были независимо профинансированы, 33 из всех 34 сказали, что да, есть влияние сахарного диабета и ожирения. Так что, в конечном итоге, литература очень загрязнена, и она загрязнена намеренно. Потому что тогда они могут вернуться и сказать, видите, это неубедительно. Это то, что они делали последние 50 лет. Окей. Сахар-диабет. Забудьте о сахаре и прибавке в весе. Давайте поговорим о настоящем заболевании. Давайте поговорим о метаболическом синдроме. Я собираюсь представить вам правдоподобный механизм взаимосвязи и исследования причинно-следственной связи. Это то, что вы узнали. В медицинской школе вы толстеете. Жировые клетки – это проблема. Вы толстеете. И из-за того, что вы толстеете, жир управляет цитокинами ТНФ-альфа и НЛ6, которые проходят через воротную вену, в печень, на которую печень реагирует. Те, которые становятся инсулинорезистентными, увеличивают выработку глюкозы в печени, что таким образом увеличивает уровень сахара в крови, что вызвано тем, что островковые клетки вынуждены вырабатывать больше инсулина, который затем направляет больше энергии в жир, и таким образом попадает в этот порочный круг. Но он начинается с жира. Это жироориентированный взгляд на метаболический синдром. Это то, чему учат в медицинской школе. Вопрос в том, правда ли это? Да или нет? Мы поговорим об этом. Я собираюсь сказать вам, что это верно примерно для 10% населения. Примерно для 50% населения есть другое объяснение, которое было похоронено, и я собираюсь объяснить это вам немного по-другому. Это начинается с печени, а не с жира. Хорошо, потому что печень становится инсулинорезистентной, и как слева у нас нормальные синусоиды печени, мягкие канальцы, приготовленные для клеток, все хорошо, а справа у нас жировая болезнь печени. И вы можете видеть жировые вакуоли, вы можете видеть макрофаги, вы можете видеть начало рубцевания, фиброза. Вопрос в том, что вызвало это до до 1980 года, если вы видели это под микроскопом, бинго, это алкоголь, но нет. Когда пятилетние дети получают это, и они не пьют алкоголь, оказывается, что сахар делает то же самое. И причина в том, что сахар и алкоголь обрабатываются печенью практически одинаково. Поэтому дети болеют болезнями алкоголя без алкоголя, потому что фруктоза и этанол обрабатываются печенью практически одинаково. И это имеет смысл, потому что в конце концов, где вы получаете алкоголь в результате ферментации сахара? Он называется вином. Мы делаем это в Напе и Саноме каждый день. Не во время коронавируса, конечно, а в других случаях. Да, все время. Поэтому большая разница между фруктозой и алкоголем заключается в том, что для фруктозы и для алкоголя дрожжи делают гликоли с первым шагом. Для фруктозы мы делаем свой первый шаг. Но после этого митохондрии печени должны справиться с этим практически таким же образом. И это перегрузка митохондрии из-за того, что субстрат вызвал перегрузку. Это также может быть аминокислоты с разветвленной цепью. Говядину кугрозного от корма также вызывает это. Поэтому все, кто на низкого углеводной диете, помните об этом. Вот карта фракции жира от MHO Метаболически здорового толстяка. Помните про жировые складки на боках? Окей. Взгляните на печень этого парня. Она темная. 2,6% жира. Это MHO Метаболически здоровый толстяк. Этот парень переживет вас. Теперь взгляните на этого парня в центре. Это больше похоже на то, что вы бы увидели. Окей. Помните про ожирение, но посмотрите на печень этого парня. 24% жира в печени. У этого парня безалкогольная, жирная болезнь печени. У этого парня метаболический синдром. А теперь взгляните на этого парня. Он жирный, но без жировых складок на боках. Взгляните на его печень. 23% жира в печени. Этот парень худой. Но у него те же заболевания, что и у парня в центре. И так худой больной, толстый больной, толстый здоровый. Поэтому вы не можете сказать со стороны, что происходит внутри. Потому что это жир, который вы не видите. Имеет значение. Жир, который вы не видите, находится в вашей печени. И как он туда попал? В этом смысл. И это не получилось из говядины травяного от корма. Но его можно было получить из говядины, которую кормили кукурузой. Но наиболее вероятно, он попал туда из сахара. Неалкогольное ожирение печени. Печеночное проявление метаболического синдрома. И коррелирует со всеми другими проявлениями метаболического синдрома. Поэтому большая талия, высокая глюкоза, низкий уровень. Липопаротеинов, высокой плотности. Высокий уровень триглицеридов. Высокое артериальное давление. Все, о чем вы слышали, как у взрослых в сверху, так и у детей снизу, жировая болезнь печени. Это метаболический синдром печени. Это 45% у латиноамериканцев. И это одна из причин, почему латиноамериканцы так предрасположены к диабету. Потому что у них ожирение печени происходит быстрее. Потому что у них есть два полиморфизма, которые сжигают жир в печени быстрее, чем у кавказцев. Афроамериканцы, однако, защищены от жировой болезни печени. Они гораздо с большей вероятностью будут экспортировать жир из своей печени, чтобы переместить его на периферии в жировую ткань. Поэтому у них увеличивается количество подкожного жира, поэтому у них больше ожирения, поэтому у них более высокие МТ до того, как они заболевают. Примерно у одного из 20 человек с жиром в печени разовьется театогепатит, который представляет собой ожирение печени плюс воспаление. Из них 25% разовьется цирроз, и они умрут от своей болезни, если они не перенесут трансплантацию. Вот, возможно, можно другой наиболее важный слайд, который я собираюсь показать вам. Тут вопрос в том, какой жир вызывает заболевание. Мы все предполагали, что все дело в том, насколько жирным вы являетесь. Знаете, тогда мы предположили, что хорошо, это весь жир на животе, висцеральный жир. Это было первое исследование, и оно говорило, нет, это печеночный жир. Так что это работа группы Сэма Клейна в Сент-Луисе. То, что они сделали, они наконец получили сканер стремятые ослаб, потому что вам нужен большой сканер, чтобы иметь возможность смотреть на жир в печени, и потребовалось время. Что они сделали? Они поместили целую кучу толстых людей в сканеры, и они измерили висцеральный жир по сравнению с печеночным жиром, и в этом исследовании они показали, что в то время, как они считали печеночный жир постоянным, висцеральный жир не объяснял никакого влияния на инсулинорезистентность, тогда как, когда они считали висцеральный жир постоянным, печеночный жир объяснял все различия. В инсулинорезистентности имеет значение жир печени, а не висцеральный и не подкожный. Это жир печени. И 45% взрослых в Соединенных Штатах теперь страдают за дожирением печени. Вы хотите поговорить об эпидемиях? Это эпидемия. Я гарантирую, вирус короны не достигнет 45%. Теперь вопрос в том, откуда этот жир берется из этого жира в печени. И это на изображении справа. Но, и вы заметите на сером, не системные жирные кислоты, не являющиеся системными. Теперь мы знаем, откуда берутся системные жирные кислоты. Они берутся из липолиса жировой ткани. Или из диеты. Но это не системно. Откуда они берутся? Из жира, вырабатываемого прямо в печени. В результате процесса, называемого липогенезом Денова, ваша печень трансформирует в сахар, получая его из печени. Она превращает его в жир, а затем экспортирует его в ЛПОНП, который мы измеряем в триглицеритах с сыворотки. Хорошо. Вот так. Печень обрабатывает глюкозу. Глюкоза поступает, и прежде всего только 20% глюкозы фактически попадает в печень. Потому что остальные 80% метаболизируются остальной частью тела, и почти вся глюкоза превращается в ликоген печеночный крахмал, не токсичный, не опасный. Это то, что ваша печень хочет сделать с избытком глюкозы. Поэтому углеводная нагрузка у марафонцев заключается в увеличении запаса ликогена в печени. Окей, теперь глюкоза может превратиться в жир в печени. Да. Да. Но вам нужно действительно над этим работать. И перуват достигает митохондрии, и поэтому вы знаете, что он регулируется, потому что инсулин будет поддерживать перуват на нужном уровне для метаконариальных карбоновых кислот, VMAX. Поэтому вы не собираетесь в конечном итоге перегружать свои митохондрии глюкозой. Вы, возможно, наберете вес от глюкозы, но вы не собираетесь перегружать свои митохондрии глюкозой. Окей. Немного ее может оказаться цитратом, а затем цитрат будет выпрошен через канал цитрата, выходящий из митохондрии, и тогда этот цитрат будет действовать как субстрат для этих трех ферментов, которые вы можете видеть там. Сел, ATP, цитрат лиаза, СС, СТО, карбоксилаза, 1-эсинтаза, жирных кислот ФАС, и те, которые превращаются в цитрат, в жирный ацилхо, а жирные кислоты, которые затем присоединяются к основной цепи триглицерина, с образованием триглицерида, который затем совместит ПО-Б с фосфатидилхолином, а затем экспортирует как ВЛДЛ, и это то, что вы когда-либо измеряете в своей сыворотке триглицерида. Вы видите, как это работает. Так что для любой молекулы глюкозы, сколько из нее в конечном итоге превратится в жир? Не очень много. Но вот фруктоза. Это совсем другая история, потому что только печень может усваивать фруктозу. Поэтому 100% фруктозы попадает в печень, и вы видите гликоген где-то? Она не переходит в гликоген. Она идет прямо в митохондрии, и митохондрии в конечном итоге получают много пируватов. Они не справляются со всем этим, и поэтому они отправляют целую кучу цитрата, которая затем превращается в жирный ацилхо. Теперь часть этого будет экспортироваться в виде триглицеридов, и поэтому у вас гипертриглицеридемия, потребление сахара. Но некоторые из них не выводятся, некоторые из них будут оставаться в печени, будут остревать в печени, и теперь у вас есть липидные тела, теперь у вас есть жировая болезнь печени. Если у вас есть жировая болезнь печени, теперь у вас есть инсулинорезистентность на уровне печени. Поэтому фруктоза не регулируется инсулином. Поэтому, в основном, когда вы загружаете кишечник 20 унциями кока-колы, вы в основном генерируете цунами сахара, с которыми ваша печень не может справиться, и у вашей печени нет другого выбора, кроме как принять все это цунами и превратить его в часть жира. Некоторая его часть начнет циркулировать и станет фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. А некоторая останется и станет фактором риска ожирения печени и диабета. Поэтому, я думаю, вы можете выбрать, от какого из них вы хотите умереть, и вот где причина этого явления. И мы доказали, что, выполнив исследование, в котором мы взяли 43 ребенка с метаболическим синдромом из нашей собственной клиники педиатрии и ожирения USCF, афроамериканцы и латиноамериканцы, все они потребители продуктов с высоким содержанием сахара. И что мы сделали, так это выяснили. Кто они? Мы изучали их домашнюю диету, затем в течение следующих 9 дней мы подавали им еду без добавления сахара. Мы снизили их процентное потребление сахара с 28% калорий до 10% калорий за все время. Это потери от 350 до 400 калорий в день в виде сахара. Окей, если вы будете делать это в течение 10 дней, вы будете худеть. Но мы не хотели, чтобы они теряли вес, потому что если бы они похудели и им стало лучше, люди сказали бы, конечно, им стало лучше, ведь они похудели. А мы хотели, чтобы они оставались в том же весе, поэтому нам пришлось заменить то, что мы исключили. На что-то еще. Мы дали им рафинированный крахмал. Мы убрали выпечку, но мы дали бублики. Мы убрали подслащенный йогурт, но дали печеные картофельные чипсы. Мы убрали курицу терияки, но дали хат-доги с индейкой. Но мы не давали им хорошую еду, мы кормили их дрянной едой. У нас не было обработанной пищи, мы приносили им детскую еду, мы давали им еду, которую дети могли бы съесть, мы купили ее в Safeway. Окей, но это была еда без добавления сахара, это была еда с высоким содержанием крахмала и низким содержанием сахара. И мы поставили им весы, и каждый день мы звонили им по телефону, спрашивали их вес, и если они худели, мы говорили, ешьте больше, чтобы поддерживать постоянный вес в течение 10 дней. А затем мы изучили его снова и опубликовали эти три статьи, и на самом деле четвертую, и мы собираемся писать пятую, шестую в исследовании, так что это просто описание того, что я только что сказал вам. Все их показатели улучшились, их уровень глюкозы натощак упал на 5 пунктов, их артериальное давление упало на 5 пунктов, их латак натощак снизился, и это действительно важно, у них был уровень лактата на исходном уровне. Предполагается, что если у вас уровень лактата на исходном уровне, если у вас уровень лактата, где отметка, если у вас уровень лактата на исходном уровне, это означает, что вы либо после тренировки, либо у вас рак, либо у вас митохондриальный энцефаломиелит, и он снизился просто из-за замены крахмала на сахар. Натощак у них также снизился инсулин на 25%, кривая глюкоза снизилась на 8%, их кривая инсулина снизилась на 25%, их триглицериды снизились на 46%, все аспекты их метаболического здоровья улучшились без изменения калорий и без изменения веса. Мы обращаем спять их метаболический синдром, и я покажу это вам. Вот их переральный тест на толерантность к глюкозе. До и после. Слева глюкоза вниз на 8%, и есть кривая инсулина. Кривая крафт, если хотите, и вы заметите, что раньше она не снижалась, потому что они были инсулинорезистентными, и даже при том, что они получали больше глюкозы, на самом деле у них была более чувствительная кривая инсулина. Их инсулиновая кривая снизилась на 25%, и они начали выводить инсулин, потому что их печень работала лучше. Поэтому мы хотели посмотреть, превращает ли их печень, этот сахар, в жир. Поэтому мы дали им меченый С13 ацетат, который был включен в новый пальмитат, который мы могли затем измерить в ЛПОНП. И вот то, что сделал их липогенез Денова. Он сократился вдвое, чтобы они производили меньше жира в своей печени, даже если они теперь получают столько же калорий и больше глюкозы. Что случилось с их жировыми запасами? Теперь помните, что они не теряли вес, сохранили тот же вес. Поэтому подкожный жир не изменился вообще, но посмотрите, их висцеральный жир снизился на 7%. Взгляните на то, как жир в их печени снизился на 22%. 22% без изменения калорий при неизменном весе. И, как оказалось, их изменение жира в печени предсказало их изменение чувствительности к инсулину. И теперь у нас есть данные, которые показали, что у них неалкогольная жировая болезнь поджелудочной также. И ситуация улучшилась. Когда мы убрали сахар из их рациона. Так что, в мультипликационной форме, жирная печень с большим количеством 3 глицеридов, много липопротеинов низкой плотности, много жира в печени, 9 дней ограничения из-за калорийной фруктозы, жир в печени снизился. Снова липогенез снизился, снизились ЛПО, НПА и улучшилась чувствительность к инсулину и секреции инсулина. Другими словами, мы полностью изменили их метаболический синдром без изменения калорий, без изменения веса, что я требовалось доказать. Идите нахрен. Поэтому мы думаем, что ваша версия метаболического синдрома на самом деле является проблемой, связанной с ожирением. Это может произойти, да, но для этого вам нужно действительно набрать вес. Что более вероятно, если ваша печень станет инсулинорезистентной из-за сахарного болюса, что теперь все мы сталкиваемся с обработанной пищей, которая вызывает ожирение печени, которая затем стимулирует выработку глюкозы в печени, которая затем заставляет бета-клетки производить исполнительный инсулин, который тем приводит к увеличению генеза на уровне жировой клетки. Это гипотенцентрический обзор метаболического синдрома, но это еще не все. Вы думаете, это все, но есть больше активных форм кислорода, которые, мы знаем, очень важны для метаболического синдрома. Поэтому вот пять фотографий еды, которые все имеют одну общую черту. Они все коричневые. Спасибо. Это называется реакцией Браунинга, или реакцией Майера. Это причина гемоглобина А1С. Это не ферментативное гликозирование. Таким образом, как вы должны думать об этом? Вы можете медленно обжаривать мясо при 375 градусах в течение часа, или вы можете медленно обжаривать мясо при 98,6 градусах в течение 75 лет. Ответ такой же. Вы подрумяниваете, вы просто подрумяниваете свое мясо прямо сейчас, когда мы говорим, это часть жизни. Окей, смерть – это часть жизни. Это то, что вас убивает? Хорошо. Просто вопрос. Как быстро? Если вы не верите мне, вот реберный хряч новорожденного в левом верхнем углу, красивый и белый, и вот реберный хряч 88-летнего, красивый и румяный. Окей, вы подрумяниваете, и если вы добавите апельсиновый сок, сегодня утром вы потемнеете в 7 раз быстрее. Но я уже знаю, что вы этого не сделали. Потому что это конференция с низким содержанием углеводов. Хорошо, так почему это происходит? Потому что альдегидный фрагмент линейной формы глюкозы связывается с эпсилон-аминогруппами, лизина в молекуле гемоглобина, которая образует двигающее основание, а затем самопроизвольно разлагается с образованием этой амидной связи, которая в основном сохраняется в течение трех месяцев. И вот почему. Вы назначаете гемоглобин 1А1С, и каждый раз, когда возникает эта реакция, вы выбрасываете активные формы кислорода при окислительном стрессе кислородных радикалов, которые должны подавляться антиоксидантом в печени, который может быть клутатионом или витамином Е в других органах, которые у них есть антиоксиданты. Но в первую очередь мы говорим о печени. Все со мной согласны, и не имеет значения, глюкоза это или фруктоза, но оказалось, что глюкоза делает это не так быстро. Она делает это не очень быстро. Причина в том, что из-за этой кольцевой формы... Помните, что шестичленное кольцо? Хорошо. Оно сверху. Так что есть линейная форма глюкозы, кольцевая форма. Есть модель, занимающая пространство. Обратите внимание, что шестичленная кольцевая гидроксиметильная группа торчит. Никого не беспокоя. Это счастливое соединение при pH 37, pH 7,4-37 градусов. Только 0,8% глюкозы в вашем теле находится в линейной форме, где она может связываться с белками. Но теперь взгляните на фруктозу ниже линейной формы. Кольцевая модель, занимающая пространство, пятичленное кольцо, более плотное, но которое легче разорвать. Так называемая ионная деформация. Две гидроксиметильные группы, расположенные в осевом направлении. Кнопочные головки, называемые аластерическим взаимодействием. В основном их разъединение. Поэтому при pH 37 градусов, точки pH 7, 37 градусов 3% фруктозы будут в линейной форме. И это реактивная кетогруппа, так же реактивна, как и реактивная альдегидная группа. Поэтому больше фруктозы, больше радикалов кислорода. И мы можем показать это. И вы можете провести исследование дома. Если хотите, возьмите две пробирки, наполните их бычьим альбумином, сывороточным альбумином в воде. Окей, добавьте равное количество глюкозы или фруктозы в каждую крышечку с парафильмом. Поместите их на солнечный свет и каждый день возвращайтесь и вставляйте его в свой домашний спектр фотометов. И именно так быстро происходит реакция, которую вы видите для глюкозы, которую вы видите для фруктозы, в 7 раз быстрее, в 100 раз больше кислородных радикалов. Но вы должны что-то сделать. С теми, которые вам нужны. Чтобы их погасить, вы должны сделать так, чтобы они умерли. И именно это делают пероксисомы. И именно поэтому люди используют TCD для метаболического синдрома. Потому что это увеличивает количество пероксисом. И мы знаем это. Потому что чем больше потребление фруктозы, тем больше стеатоз или фиброз. Так что это в основном то, что мы говорим о том, что фруктоза попадает в клетки печени вместе. Это так называемая реакция Майера, которая затем будет генерировать активные формы кислорода. Метахондрии будут генерировать активные формы кислорода в дополнение. Конечно, цитокины, которые выступают из периферического жира, также будут генерировать активные формы кислорода. Так что у вас есть совокупность РОС в печени, которые должны быть погашены, и они идут к пероксисоме, чтобы погибнуть. Если пероксисома не имеет достаточного количества антиоксидантов, то в этом случае они могут повредить клетку печени. Это может вызвать перекисное окисление липидов. Потому что денатурация белка может вызвать перекисное окисление липидов, вызвать то, что мы называем стрессом ЕР, и стрессом пластмастического ретикулума. Возможно, слышали этот термин. Это означает, что вы в конечном итоге не сможете свернуть свою молекулу инсулина, или не сможете свернуть молекулу рецептора инсулина, известную как развернутый белковый ответ, так что теперь у вас есть клеточная метаболическая дисфункция, и, возможно, гибель клеток, что является метаболическим синдромом. У меня есть 1 минуты и 13 секунд, чтобы рассказать вам о раке. Поэтому я собираюсь поговорить о корреляции правдоподобных механизмов, пока нет причинно-средственной связи, и это проблема, поэтому вы, вероятно, слышали о раке метаболического синдрома, потому что разные факторы влияют на его способность к прогрессированию, и все эти вещи связаны с метаболическим синдромом. Поэтому вопрос заключается в правдоподобии того, как сахар делает это возможно. Кто здесь когда-либо слышал о Ботто Варбурге? Окей, об эффекте Варбурга. Он был человеком, который понял, что раковые клетки не нуждаются в кислороде для роста. Он получил Нобелевскую премию в 1931 году. Кто-нибудь из вас может подумать, что клетка не нуждается в кислороде для роста, но как насчет плода? Напряжение кислорода у плода ПО 2-30, так как это происходит, как плод растет? Он растет быстрее, чем на самом деле оказывается, что чем больше кислорода, тем меньше рост. Чем меньше кислорода, тем больше рост. В этом нет абсолютно никакого смысла, кроме того, что это и так. Это ключ. Поэтому дифференцированная ткань имеет митохондрии, раковые клетки не имеют, а анаэробы? Они растут, но у них тоже нет митохондрии. На самом деле митохондрии сжигают энергию, вплоть до углекислого газа. Но раковые клетки, клетки плода и анаэробы, им нужна глюкоза. Им нужна углеродная основа глюкозы для других веществ. Если они сгорают вплоть до углекислого газа, то никаких других веществ. Им нужно это для рибозы, для ДНК, для липидов, для мембран, для аминокислот, для построения своих клеток. Так, клетки растут, так что вы можете либо сжигать, либо вы можете расти. Вы не можете делать и то, и другое. И в любой момент жизни клетки им придется делать или то, или другое. Никогда и то, и другое одновременно. И это важно для вас, чтобы понять, что существует парадигма роста. Есть парадигма сжигания. Окей, мы поговорим через минуту, что это такое и что вызывает это. Поэтому, когда клетка делает правильные вещи, переносчики питательных веществ приносят материал, и происходит гликолиз, вы получаете два перувата, у вас есть два НАДХ, и два АТФ, так что вы не получите много АТФ из глюкозы в результате гликолиза, но перуват войдет в цикл ТСА. Выбрасывая много НАДХ, который, конечно, позже будет действовать как окислительная реакция. И вы получите 30 АТФ из цикла сжигания первого вата ТСА. Окей. И вы получите немного лактата, не очень много, и он будет рециркулироваться, и затем появляется жир, и он закончится, как потребовал ваш СОО, через этот процесс, который только что показал вам, и он сбросит 108 АТФ. Поэтому, когда ваша клетка находится в режиме сжигания, вы можете генерировать много АТФ из глюкозы или из жира и белка. То же самое, но когда у вас есть раковая клетка, у вас нет митохондрий. Митохондрия не успевает с отделением клеток. Кроме того, из-за того, что клетки растут так быстро, они перерастают, это кровооснабжение. Поэтому в раковых опухолях есть много клеток, которые не могут питаться кислородом. Поэтому они растут без кислорода. Вопрос в том, если вы получаете только 2 АТФ из гликолиза, потому что это то, что вы можете сделать без кислорода. Как они могут это сделать? Как они могут остаться в живых? И ответ в том, что они водят в 400 раз больше, потому что они открыли шлюзы. Так что это раковая клетка, теперь переполнена глюкозой. Вот почему. Поэтому глюкоза абсолютно необходима для роста раковых клеток, чтобы сократить АТФ, но в основном за счет гликолиза, но его в 400 раз больше. Но вам нужна репоза для ДНК, вам нужен жир для мембран, благодаря пентозу фосфатному шунту. То это происходит, если вы сожжете его полностью до углекислого газа. Это конечный продукт. Все, все готово. Да, вырабатывается много АТФ, но на этом вы не можете расти. Поэтому вам не нужен кислород. Вам не нужны митохондрии в раковых клетках. Раковые клетки – это создание новых клеток. Теперь у вас есть целая куча поступающей глюкозы, у вас есть целая куча перувата, целая куча АТФ. Вы вообще не собираетесь делать ничего в митохондриях. Вы собираетесь генерировать целую кучу лактата, раковые клетки, как сумасшедшие, вырабатывают лактат. Пентозофосфатные цепочки собирают геномную ДНК рибоза, окей. Вы собираетесь генерировать липогенез динома, вы собираетесь делать жир из своего СО, как я показал вам из митохондрии, вы собираетесь принимать глутамин, и вы собираетесь превратить его в белки, окей. Так что фруктоза входит в этот гликолиз. Помните, что в нем нет инсулина, и ему ничего не нужно. Он производит больше жира и больше рибозы. Теперь вопрос в том, почему. Вкратце, это гипотеза. Клеточный метаболизм при раке, разработанная группой Люка и Лея в Университете Корнелло, и в каждом есть три фермента, которые сообщают клетке, что ей сделать с энергией. И вот они. Первый, называемый PI3-киназой. Вы, возможно, слышали о ней. PI3-киназа определяет, открывается ли клетка, чтобы пропустить в 400 раз больше глюкозы, и это ее работа, чтобы открыть шлюз. Следующая, AMP-киназа. И это та, которая сообщает митохондриям о том, сгорят они или нет. Поэтому возьмите эту дополнительную глюкозу и либо сожгите ее, либо нет, в зависимости от того, включена она или выключена. А затем последнее, которое отсутствует на слайде, называется мишенью рапомицина. Для млекопитающих это МТОР. Это фермент, который сообщает клетке жить или умереть. Он генерирует аутофагию, когда он включен. Поэтому мы знаем, что это правда, потому что мы знаем, что метформин может подавлять рак. И он стимулирует эркиназу, потому что она в основном генерирует митохондрии и тем самым улучшает чувствительность к инсулину, а также увеличивает сжигание. Так что у вас нет инструмента для производства дополнительных клеток. Поэтому метформин – это противораковое лекарство. Это также антивозрастное лекарство, потому что оно позволяет всему сгореть до конца. Поэтому вот гипотеза, что есть три фермента, которые могут быть включены или выключены, что означает 8 перестановок. Два в кубе, один для роста. Когда ПИ-3 киназа отключена, АМП киназа отключена, АМТОР включен, у вас есть рост. И вот когда у вас рак, когда же все наоборот, когда ПИ-3 киназа отключена, максимальное значение в МТОР отключено – это сгорание. Итак, мы имеем сгорание и рост, сгорание и рост, поэтому каждая клетка в теле должна быть способна делать одну из этих перестановок за один раз в своей жизни. Но есть шесть других перестановок, и вот они. И оказывается, что всякий раз, когда у вас есть одна из этих других перестановок, тогда у вас есть заболевание. Поэтому, когда киназа ПИ-3 включена, а другие не работают, у вас есть вся эта дополнительная глюкоза, и вы не знаете, что с ней делать. Это метаболический синдром. Когда МТОР включен, и больше ничего не включено, тогда у вас преждевременное старение, потому что вы не можете обновить клетки, потому что нет аутофагии, потому что это мусорное, это аутофагия. И когда у вас нет аутофагии, у вас есть клеточное старение. Хорошая сторона АМП киназа, она отключает МТОР. Если МТОР включен, он будет отключать АМП киназу. Суть в том, что у вас могут быть разные аспекты выживания клеток и болезни, основанные на том, что эти разные ферменты находятся в разных местах, и вы знаете, что устанавливает эти ферменты в разных местах. Еда. Не лекарства, а еда. АМП киназа, главный регулятор. Я пройдусь очень быстро, поэтому окей. Она способствует всем сгорающим веществам, которые здесь показаны зеленым цветом, и останавливает все процессы роста, которые здесь показаны синим. Если вы поднимете уровень АМП киназа, вы даже не сможете получить жир в печени, потому что ваша печень сжигает его как сумасшедшая. Вы даже не сможете хранить его. Она чрезвычайно чувствительна к АМП, поэтому его называют АМП киназой, потому что АМП встраивается в активный участок. АМП идет в этот активный участок, и в основном его включает, потому что АМП говорит, что нам нужно больше митохондрий, потому что АМП говорит, что много АТФ было израсходовано, что в активном участке есть триаргинина, а фруктоза превращается в метаболит, называемый метилглиоксалем. И мы обнаружили это в наших исследованиях у детей. И что он делает так, это то, что он входит в этот активный участок, связывается с этим аргинином и через отмеченную реакцию и в основном инактивирует киназу АМП. И когда у вас мертвая АМП киназа, угадайте, что происходит. Вы получаете рост, когда не следует. Мы знаем это, поскольку мы измерили Д-лактат. Д-лактат – это очень специфический побочный продукт метаболизма метилглиоксаля. Не Эл-лактат, а Д-лактат. Есть разница. Вам нужно специальное исследование, и людей с ожирением он выше, и мы видели, что у наших детей он снизился на 38%, просто избавившись от фруктозы. Так что мы совершенно уверены, что метилглиоксаль является наиболее важной частью молекулы фруктозы. Это токсичный метаболизм печени, который заставляет АМП киназу делать все неправильные вещи, и ничего из правильного. Так что я просто из-за времени забуду об этом и закончу с корреляцией. Итак, коррелирует ли потребление сахара с раком у людей? И ответ «Да». У некоторых энтодермальных, таких, как там, и с раком груди, но клетчатка заставит его уйти. И если вы посмотрите на сахар, содержащие напитки против ожирения, вы увидите, что они синергичны с точки зрения риска рака. Американская кардиологическая ассоциация знает это и говорит о том, что нам нужно сократить потребление сахара, но мы этого не сделали. И в основном наши продовольственные доллары тратятся на обработанные пищевые продукты, содержащие сахар. Вполне намеренно, потому что пищевая промышленность знает, что когда они добавляют его больше, вы покупаете больше. И вот то, что мы даем больным ракам, и, конечно же, вдобавок взглянем на ингредиенты, это детский молочный коктейль или Кока-Кола, но это все одно и то же. Так как вы думаете, хороша ли эта идея давать это больным? Не очень. Таким образом, в целом, потребление сахара коррелирует с очевидным проявлением рака. Ожирение связано с развитием рака, но метаболический синдром из-за резистентности к инсулину является причиной. Фруктоза обладает уникальными метаболическими характеристиками, которые способствуют клеточному повреждению, деново-липогенезу, жировой ткани печени, реакции Майера и активным формам кислорода с клеточным старением. Сахара является независимым фактором риска метаболического синдрома, и у нас есть причинно-следственная связь, исключая калории, исключая ожирение. Это причинно-следственная связь. Причина соответствует определению научного и юридического. Причина следственной связи. И именно поэтому существуют теперь судебные риски против пищевых компаний, которые проходят успешно. Сахар также может быть фактором риска для развития рака и его продвижения с помощью этих механизмов, которые я только что описал, и в настоящее время мы потребляем в три раза больше нашего лимита. Он управляет этими процессами, а нутриционная поддержка рака обеспечивает высокое содержание фруктозы. Как вы думаете, это хорошая идея? Я так не думаю. На самом деле, Мемориальный онкологический центр имени Слоуна Кеттеринга и доктора Андерзан сейчас проводят эксперименты с кетогенной диетой у больных раком, чтобы увидеть, будут ли улучшения по этой причине. Я советник обоих. Так что с этим я хочу поблагодарить своих сотрудников из USCF Berkeley, из Университета Тора, из госпиталя в Сан-Франциско, из Сиднейского университета Кирана Руни, которого эта группа уже должна знать. И на этом я закончу.